Ледоход на Лене достиг поселка Конголасы. Лед на главной реке региона, как и на всех остальных, идет в пределах нормы. Уровни воды на всех участках не превышают критических отметок. Но опасения по-прежнему вызывает ситуация в северных районах, в частности на реке Колыма. Подробности в материале Юрия Осипова. На участке Табага-Якутск-Конголасы ледоход начался 16-17 мая. На двое-трое суток раньше многолетних норм. Нижняя кромка наблюдается в районе поселка Конголасы. Уровень воды поднялся на 2,5 метра и составляет 683 сантиметра, что почти в два раза ниже критической отметки. Верхняя кромка в районе населенного пункта Кытыл-Дюрахан Голасского района. На местах прохождения ледохода расположены гидропосты, которые отслеживают его движение. Один из них находится в районе Табагинского мыса. Вчера вечером была остановка, и ночью опять дальше прошло. Сейчас все проходит нормально. Угроза, затора нет пока. Предупреждаем людей, присматриваем, чтобы не подходили близко к берегу. На всех реках республики ледоход идет в пределах нормы. На реке Алдан ледоход наблюдается между поселком Дыгдал у Салданского района и селом Крест-Хальджай-Тампонского. Нижняя кромка ледохода на реке Вилюй наблюдается в районе Нюрбы. Верхняя достигла села Сунтары. На реке Амган наблюдается спад уровней воды. Возобновление подъема предвидится с 19 мая. Но пока ситуация у нас складывается очень благоприятная. Очень погодные условия у нас хорошие были. Из-за этого лед разрушился. Больших полей не наблюдается. Затор опасные участки нам все известны. Сейчас подъем воды идет в норме. Беспокойная ситуация сохраняется на севере республики. Из-за больших снегозапасов на реке Колыма есть угроза подтопления населенных пунктов. Это в Верхнеколымском и в Среднеколымских улусах. И в населенных пунктах Аргахтах, Сватай и Андрюшкина. Мы сейчас провели совещание оперативного штаба в службе спасения. И намещается работа по эвакуации населения этих названных населенных пунктов. На данный момент ведется работа по подготовке к эвакуации населения. Юрий Осипов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.